Криминальная версия Сегодня ночью в Бийске горела иномарка Сделали будни ярче В нашем городе состоялся Всероссийский фестиваль красок Запасы топлива выше нормы Подготовка к отопительному сезону идет полным ходом Запас топлива превышает норму В нашем городе продолжается подготовка К предстоящему отопительному сезону Промежуточные итоги обсудили на заседании штаба В городской администрации По трубопроводам Относительно плана На текущий день заменено 27% Здесь мы идем с опережением графика Приблизительно процентов 20% О подготовительных к отопительному сезону работах Отчитались энергетики и представители сферы ЖКХ Сегодня продолжается капитальный ремонт оборудования На предприятии Бийск Энерго Запас топлива там, как сообщают энергетики Уже превышает нормативы Почти 30% запланированных работ Выполнили и на предприятии Бийск Энерго Теплотранзит Работники теплоэнергогаза На 60% провели капитальный ремонт сетей По графику трудятся также сотрудники водоканала и электроэнергетики Уже вскоре на предприятиях топливно-энергетического комплекса Начнутся рейдовые проверки Это делается для того, чтобы более точно и подробно выяснить Насколько организации готовы к предстоящей зиме Найти общий язык Как это сделать горожанам, собственникам, квартир и управляющим организациям Сфера ЖКХ – вопрос, который ежедневно остров встает Не только перед бийчанами, но и перед управляющими компаниями Именно поэтому по инициативе сибирской медиагруппы Обслуживающие организации собрались за одним столом Обсудить общие проблемы и вопросы К чему пришли? Все подробности у Татьяны Свинаренко Жалобы от горожан, от собственников квартир Сыплются на управляющие компании постоянно Причем самые разнообразные А порой и совершенно неожиданные Так, например, один из бийчан недавно подал заявление с просьбой Обнулить его задолженность по коммунальным платежам В честь 75-летнего юбилея Согласно законодательству мы должны собрать собрание Повестка дня, в которой должна огласить о том Что есть такое предложение Есть собственник, у которого 75 лет Ему нужно сделать подарок В размере его задолженности по квартплате И это на контроле стоит И мы должны за это отчитаться Вот как раз эти моменты безумного идут Другая жалоба, точно такая же Почему трава в мае В прошлом году была зеленее, чем в этом году Так что же входит в компетенцию управляющих компаний? За что жители могут спросить с этих организаций? А какие вопросы не в их ведении? Это нужно понять каждому собственнику А еще то, как правильно расставить приоритеты В обслуживании дома, чтобы потом не оказаться в проигрыше Есть работы по жизнеобеспечению жилого дома То есть это инженерные коммуникации, кровли, швы и прочее Вот собственник принимает решение Мы не будем делать отопление Мы хотим сделать подъезд Сремонтировать подъезд Мы вот тоже не можем такое решение принимать, грубо говоря Ну то есть всегда всем говорю В любом случае жизнеобеспечения мы будем вперед проводить Которые работают, зависят содержание дома Ну и опять же возникают вот на эту тему жалобы, то есть возникают История управляющих компаний и одновременно претензии со стороны жильцов Началась тогда, когда люди стали собственниками квартир Бюджетное финансирование государства прекратилось Появились управляющие компании-самоучки Сегодня перед ними стоит ответственность перед государством и жильцами А еще множество стандартов, которые они обязаны соблюдать Мы можем, конечно, мы можем идти Но, во-первых, кто придет, нет никого Сзади вакуума, вообще никого нет Никто никого не готовит Мы самоделкины все Мы уйдем, конечно Но дайте профессиональную среду, создайте вы эту элиту Пусть когда она придет, подхватит как надо Ее же нет на сегодня, зачем то, что ей сломать А если даже не будет элита, она же в эту же систему пойдет структурную В те же правила Как раз для того, чтобы наладить диалог горожан с обслуживающими организациями И собрался сегодня этот круглый стол За ним встретились представители крупных управляющих компаний и сибирской медиагруппы Сегодня мы стали инициаторами этого круглого стола Мы пришли к выводу, что на сегодняшний день нет достаточного взаимопонимания Между людьми, собственниками квартир и управляющими компаниями И мы в лице сибирской медиагруппы готовы помочь наладить этот диалог Андрей Абрамов также рассказал собравшимся, что сибирская медиагруппа создает сейчас в Биске проектный офис Это площадка, на которую будут обсуждаться важнейшие для города вопросы Площадка экспертов и журналистов На ней будут вырабатываться решения и доводиться до реальных проектов Одним из них может стать рейтинг управляющих компаний Который будет учитывать не только официальные критерии Наличие штрафов и задолженности Но и мнение потребителей услуг Татьяна Свинаренко, Иван Зяблицкий, Будни Сегодня ночью в Биске горела иномарка Сообщение на пуль дежурного поступило в начале второго К тому моменту, когда на место прибыли пожарные Автомобиль был полностью объят пламенем Один из очевидцев успел снять все происходящее на камеру мобильного телефона Что именно произошло, пока неизвестно Отрабатываются разные версии Одна из них – неисправность автомобиля Также не исключена криминальная версия – поджог Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Пожар был потушен менее чем за 15 минут К тушению от МЧС России привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники Как сообщают очевидцы, сгоревший автомобиль был припаркован возле 103-го дома по улице Мухачева Отметим, что в день ЧП рядом стояли еще автомобили Однако хозяева вовремя успели выскочить и отогнать свои машины на безопасное расстояние В причинах сейчас разбираются Насколько аппетитный, настолько же и опасный грибной сезон в самом разгаре не только в лесах, но и на городских улицах В Алтайском крае уже зарегистрированы первые случаи отравления грибами В больницу обратилось 3 человека Отметим, что жителей Бийска среди них нет Грибами отравились сельские жители, причем они сами собирали и готовили грибы Однако ошиблись и приняли несъедобные грибы за съедобные Все пострадавшие вовремя обратились за помощью к медикам Сейчас их здоровью ничего не угрожает Сегодня практически на каждом стихийном рынке начали торговать грибами Покупать такую продукцию на трассах или вдоль улиц не рекомендуется Ни в консервированном, ни в свежем, ни в каком виде грибы продавать нельзя Простым жителям Для личных целей только набирать, тем более около дорог Около дорог это вообще катастрофа Также следует помнить, что сорванный гриб должен быть приготовлен в этот же день Отваривать грибы нужно не менее 30 минут Основные признаки отравления грибами это тошнота, боль в животе, расстройство желудка Иногда и галлюцинации Также если после употребления грибов у вас появились такие симптомы То нужно немедленно обратиться в поликлинику А вот покупают ли грибы бейчане В этом сегодня попытался разобраться наш корреспондент Скажите пожалуйста, вы где грибы покупаете? В бару Едем и рвем Вы не покупаете? Желательно, мы как-то не очень сами в общем заготавливаем Белые грибочки, опяточки Ну и там какие еще попадут Боитесь покупать? Нет, не боимся мы, ну если есть возможность, почему? Покупаю, но крайне редко Знаю, что иногда их берут у дорог Я могу их собрать, потому что я сел на машину, поехал, набрал Самому интереснее, чем покупать Походил, отдохнул Я покупаю всегда у своих знакомых Я на их надеюсь Положительно так отношусь к этому А вот случайных людей я не беру Сам собираю, в лес хожу и собираю Нашествие полтинников, которые городской казни Обходятся в несколько десятков тысяч рублей Корреспондент газеты «Бийский рабочий» Наталья Каршева Выяснила, с какими сложностями сталкиваются городские службы В попытке выявить и наказать не только расклещиков, но и заказчиков Такой агрессивной рекламы Настенный рекламный бум Об этом практически говорят на каждой городской планерке Расклещики объявлений обезобразили дома и улицы Городу наносится ущерб в десятки тысяч рублей Что же необходимо сделать и как регламентировать размещение рекламы Которая во многом влияет и на внешний облик города Подробности об этом читайте в газете «Бийский рабочий» Информационная программа «Будни» мы продолжаем Разукрасить будни в яркие краски Такую возможность бийчанам представили гости из северной столицы Жители Санкт-Петербурга привезли в Бийск популярный яркий праздник Холи, как это было в нашем городе Мы расскажем вам прямо сейчас Холи один из старейших индийских праздников Он популярен в странах с большими диаспорами индусов Издревле именно так они встречали весну Почитали божества и силу плодородия Со временем яркий праздник разошелся по всему миру Фестивали красок полюбились и в нашей стране Розовые, зеленые, желтые и фиолетовые Люди с большим удовольствием обсыпают себя и друг друга цветными красками Мы думали, знаете, придем, начнется тут, что никто никого А тут даже еще фестиваль не начался, уже все цветные ходят Но это круто Я думаю, что это третий раз на фестивале красок Очень интересно тут Много друзей находишь новых Можно познакомиться с многими людьми Это очень интересно И после этого тебе появляется много друзей Ара, яркость, весело, музыка, класс В Бийске фестиваль красок уже проходил в прошлом году Тогда его организаторами стали сами бийчане В этом году впервые яркий праздник в наш город привезли жители Санкт-Петербурга С такими гастролями они ездят по стране третий год До нас они уже побывали в Новосибирске, Кемерово, Тюмени, Екатеринбурге и Новокузнецке В Бийск их пригласило руководство культурно-спортивного центра С января месяца мы вели переговоры о том, что ребята придут к нам и пройдут здесь фестиваль красок для молодежи, для нашей Мы обговорили все позиции Ребята привезли с собой весь комплект, весь набор, который вы видите, и красок, и сцену С собой организаторы возят тонны разноцветной краски Ведь неизвестно, сколько ее израсходуют Так в Тюмени и Череповце разошлись почти 100 килограммов Бийчане тоже не боялись пачкаться Ведь краска, состоящая из кукурузного крахмала и пищевых красителей Безвредно и легко ассоциируется В основном что пользуется популярностью? В основном берут оранжевый, желтый, малиновый В основном праздник популярен у молодежи На стадионе культурно-спортивного центра собрались студенты и школьники Однако, по словам организаторов, в других городах на фестиваль красок с удовольствием приходят пенсионеры А бывают и вовсе неожиданные участники К нам часто приходит полиция, чтобы курировать все мероприятия Чтобы у нас все было в порядке, помогает нам И было забавно, однажды милиционеры не выдержали И начали вместе с нами веселиться, раскрашиваться краской Много фотографий получилось хороших, интересных Где форма вся в красках, и они веселые и довольные В нашем городе фестиваль красок шел два дня В это время можно было наблюдать, как по улицам и в транспорте возвращаются домой довольные, разукрашенные люди Три, два, один, поехали Диана Козлова, Татьяна Свинаренко, Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий, Гудник А теперь подошло время рассказать о погоде Итак, завтра, 14 июля, в Бийске, как и сегодня, будет ясно Слабый восточный ветер, температура ночью плюс 17, плюс 19 Днем снова жара до 30 градусов со знаком плюс Что ж, это все новости на сегодня На этом я с вами прощаюсь Желаю вам приятного завершения этого дня Будьте здоровы Ну и, конечно же, друзья, улыбайтесь чаще, несмотря ни на что